Ну, как у вас клиент? Вы открываете? Ну, привет. Газчик у нас сегодня водитель, как и пресно реаниматериал, Алексей Метрофан. Питер Шассе. Думаю, вы молодцы, что пришли. Практически героические люди. 16.30 после крестного хода. Ну, что это не так просто. Поэтому я с особым уважением много отношусь. И сегодняшний наш разговор пойдет о политике, я думаю, в связи с журналистикой. Ну, или о политической журналистике. Я думаю, что я к этому коснется. Я какие-то общие вещи скажу. После этого рассчитываю на ваши вопросы, чтобы меня это наносило в разные стороны. А чтобы вам неинтересно просто. Чтобы вы через вопросы вы корректируете друг друга. Ну, прежде всего, мы сейчас переживаем интереснейший момент. Интереснейший момент, когда журналистика на наших глазах практически стала массовой профессией. То есть, если раньше, в эпоху моей, с начала моей продалой работы, где-то в 80-е годы, журналист был эксклюзивный человек. У него был доступ, особый доступ к полосе, к газетной полосе, или выход на центральное телевидение, на региональное телевидение, неважно. Но он был допущенный человек. То есть, когда я, как корреспондент московского, скажем, как корреспондент собеседника, приезжал в регионы, брать интервью. Однажды я был даже от газеты «Правда», центральной партийной газеты, послал о практике студентов писать репортаж, что меня там встречали на уровне обкома, да, я был особый человек, потому что буду писать что-то об этой области в Москве, и поэтому этому придавалось огромное значение. Сейчас ситуация изменилась. Дело в том, что благодаря интернету эксклюзива и спецдоступов журналистов не будет. То есть, вы всем попадаете, если вы собираетесь этой профессией заниматься, в огромное конкурентное поле. То есть, блогер без образования начинает манячно писать и выкладываться, и все, да, то есть, он журналист, ничего не скажет, да. Причем, ему не надо дониматься в газету, там, в конкетах, кто-то будет изучать, смотреть, мы вас возьмем, мы вас не возьмем, так далее. Он, все, он в доступе, и тысячи людей сейчас станет журналистами, десятки тысяч. Поэтому это новая ситуация. У газет нет монополии, у телевизионных каналов нет монополии. То есть, нет цензуры, фактические, фактические цензуры. Государство держит под контролем главные федеральные каналы. Ну и как бы навязывать правила игры. Об этом много говорят, вы тоже знаете, что государство контролирует, там, центральный канал, по части политики, там, нельзя критиковать таких, нельзя слишком, там, распускаться, там, и говорить. Но это все понятно. А что творится в интернете, там никто ничего не может контролировать. Даже если захотят, это бесполезно, это как-то с тапками гоняться за тараганами, да, то есть не бесполезно. Если их много, да, они бегают по дому, можно это делать, но не особо успешно. Поэтому государство сейчас пытается хотя бы через монополию на телеканалы контролировать взрослую часть населения, не интернетную. То есть тем, кому за 50, в основном телевизор смотрят женщины за 50, с не очень высоким уровнем образовательности, скажем так. Вот эту категорию, это вот категория телевидения, да. Но тоже важная, с точки зрения избирательная, это очень важная категория, ее государство пытается контролировать. Поэтому сейчас, конечно, вот эпоха без цензуры или ограниченной цензуры, эпоха самоцензуры, но огромное конкурентное поле. То есть журналист сейчас не эксклюзив, журналист это не, так сказать, золотой первой партии там какой-то, это не... Но это серьезная профессия, тем не менее, всегда будет. Но, тем не менее, вы будете испытывать огромнейшую конкуренцию. Естественно, падает роль бумажных средств информации, это вы тоже чувствуете, да. То есть все меньше и меньше, радио, радио потрясающе зацепилось за свою нишку, за автомобилистов. И поэтому я на радио веду, допустим, программу на одной из московских радиостанций Метополис ФМ 89,5, я ежедневную эту программу, понимая, что это вечные слушатели, они не уйдут, потому что они в машине. Они в машине, им все равно, если они в машине, они будут что-то искать, ну и нападут, скажем, там, на мой разговор, там, между музыкой, если я их достал уже музыку, вот, они расстанут, какой-то разговор съедут. И у радио в этом смысле своя ниша, потому что вряд ли когда-нибудь человек сможет, находясь за рулем еще, и смотреть телевизор, или в интернете что-то искать, да, это уже будет перебор. Такой технологии, ну, вряд ли, это и не нужно, и опасно. Говорят, что со временем машины будут на автопилотах, но, думаю, что и такие возможности есть, но, допустим, на трассе, ну, в сложном городе автопилот, там, садится на ошибки, да, автоматика выпьется, поэтому вряд ли человек будет на автопилоте в ближайшие, там, 30 лет, поэтому радио гарантировано в аудитории, вот, интересная ситуация с радио получилась, поэтому обратите внимание на радио, радио это, в общем, такое прикольное, и пока все-таки радиостанции, хотя есть интернет, радио их полно, но все-таки те, которые принимаются в машине, это какое-то ограниченное число, понятно, что там можно, сейчас уже стоять, ну, были, но народ все-таки привык вот к этому набору, то у радио есть свои книжки, бумажная пресса, вы видите, под большим давлением, глянцевая пресса в какой-то части останется, потому что это картинка красивая, которая приятно взять в руки, там, и так далее, но тоже в ограниченном масштабе, в общем, такая динамика идет, и, конечно же, политически меняется картинка, политически меняется картинка, в этой связи она потихоньку меняется, но, тем не менее, достаточно серьезно, то есть новости главных каналов уже не главные новости, да, то есть конкуриация новостей происходит, новости из интернета могут, там, идти наравне, а иногда перевествовать, и на наших глазах, я думаю, в прошлом, позапрошлом году произошла следующая революция, если раньше интернет часто питался контентом с телеканалов, да, то есть, допустим, люди писали, видели вчера передачу с караулом, здорово, там, о, там, и народ обсуждал это, да, то сейчас все, все содержание главных передач, там, там, малаховских, там, еще каких-то, берется из интернета, картинки с телефонов, да, там, кто-то кого-то бьет, там, в самой любимой истории, там, собаку какую-то бьет, там, подростковая жестокость, там, вот этот народ выбирает, и всякие столкновения с ментами, да, там, с ГИБДДшниками, это вообще любимое тело, ГИБДДшник, который что-то просит, или наоборот, матерится, все это быстро, там, миллионы посещений, сразу вылетает, и это вылетает на телеканал, то есть, все, телевидение сдает, то есть, оно начинает питаться историями из интернета, а не наоборот, раньше интернет питался историями с большого телевидением, вот, а сейчас наоборот, то есть, новости идут не отсюда туда, а из интернета сюда, это, это значит, все, да, видите, большие телеканалы с большими бюджетами пытаются спастись за счет многомиллионных шоу, дорогих, которые, конечно, ну, обычные, скажем, обычный сайт интернет не может себе позволить, не может танцы со звездами какие-то организовывать, но это дорого очень, поэтому телевидение большое уходит туда, да, чтобы привлекать этим, и когда говорят, что бумажная пресса желтеет, то есть, там всякую гадость, печатают, как же так, а по телевизору показывают тоже, там, вещи всякие нехорошие, там, да, по пятницам, ЛНТВ вообще, там, за крайне переводят, там, вечера, вот, то надо понять, что телеканалы находятся конкуренции с интернетом, то есть, они его не будут делать, если курсомолка не будет желтеть, ее не будет просто, все люди говорят, надо запретить газеты, печатать, там, постоянные люди говорят, там, как запретить, ну, запретите, все, эти газеты не будут, они умрут экономически, и вы ускорите их гибель, поэтому желтеет стремительно, вся пресса, там, телевидение, и так далее, оно вынуждено желтеть, вынужден Малаков брать какие-то истории, там, из интернета, из каких-то, чтобы привлекать аудиторию, там, рассказания бабушки Ванги, там, ЛНТВ показывали, там, еще что-то, они вынуждены это делать, иначе они умрут, просто, их и так мало смотрят, но они потеряют и те, кто их смотрит, еще смотрят, поэтому такая тенденция, да, желтение, даже основных каналов, конкуренция глобальная, там, новые технологии и прочее, но зато у вас огромное, то есть, поле деятельности может быть, то есть, да, конкурентное поле, но, если кто-то реально в журналистик пойдет, то конкурентное поле большое, язык меняется, благодаря интернету, вы тоже это чувствуете, то есть, вот эти правила про описание, там, и так далее, то есть, конечно, тут возникает параллельный язык, это отдельная проблема, вот, например, последнюю, я посмотрел, последнюю книжку «Паука», бывшую, «Коррозия металла», видят такое, есть пассажир, известный троицкий, там вообще все против законов русского языка написано, вообще свой язык изобретет, да, вот таким книжкам интернетным языком она пишет, вот, и все уже, язык пошел, совершенно другой стороны. Вот такие вот происходят изменения, и мне кажется, что очень интересное время, если мы начинали, когда появилось видео, и видео менялось, меняла жизнь, да, значительно, начало 70-х, у людей, где он не доход, какие-то фильмы иностранные, это, конечно, подрубали очень сильно сознание, все собирались вечером, смотрели какие-то иностранные фильмы, там вообще, какие-то концерты, это была наша эпоха, вот видео, да, потом появилось живое телевидение, телевидение, ток-шоу, телевидение прямых эфиров, таких в большей степени, там, свободных дискуссий, потом появился интернет, да, то есть это все на наших глазах, три революции последовательно, то вот на ваших глазах вот происходит победа интернета, то есть фактически создание блогов, социальных сетей, которые полностью меняют качество и смысл журналистики, вот, то есть, ну, открывает зато огромные возможности, монофонии рушится, их нет уже, вот это вот момент, который, ну, нужно, то есть, понимать. А где-то в 60-х годах, если брать эту информационную революцию, то есть появились носители, появились магнитофоны, то есть люди могли иметь независимые аудиозаписи, на чем, собственно, сделала карьера по соц. То есть технически появились возможности переписывать друг к другу, распространять аудиозаписи. Но что за контент распространять, что распространять, да? Ну, думали сначала, что всем будет кайфово слушать бабушку, там, свою, которая запишет, там, какое-то, какие-то пару слов, или запись для рождения, да, со своем, ну, как-то это записали один раз, и все, ну, сколько бабушку можно, один раз послушать. И тут появились песни, такие, как бы, не телевизионные информации, типа Высоцкого, Галича, и тогда все сели на этот контент, все переписывали это дело, то есть Высоцкий появился вовремя, тогда появились вот эти записи, возможности аудиозаписи. Вот, а следующий, там уже была видеозапись, видеокамеры, это тоже, тогда уже стали записывать дни рождения, поездки за рубеж, свои, там, да, господи. Вот это, вот это все. То есть вот так вот, революция, это буквально за 50 лет, она полностью, так сказать, изменила, изменила суть и смысл журналистики. Вот, ну, это в общем видео. Пожалуйста, вопросы, я готов на них отвечать, и давайте, мы в абсолютно свободном режиме, иначе я вас буду задавать. Что Вы сами читаете? Я читаю все, самое разнообразное, от Милла Клинтона до, там, «Моя жизнь», да? А, нет, вот касательно прессы. Прессы все, я все читаю, аргументы, ну, главные, если столпы, журналистики, ну, главные такие, от аргументов, московского комсомольца, ну, у вас, да, если не правильно, до всякой экспресс-дозеты, там, вот, то есть вообще все, что, все, все, что возможно. Мне готовят, там уже обзоры всякие, специально готовят, то есть там, ну, предметам интереса. Вы считаете, что больше контролирует, ну, государство радио, как Вы сказали, или какие-то печатные издания? Нет, государство любит контролировать телевидение, да, то есть главные каналы контролируются, малые каналы просто знают пределы своего плавания, да, то есть, ну, они тоже контролируются, их кремль не приглашают на всякие собеседования, а просто они знают, что вот это лучше не делаем, то лучше не делать, там, чтобы не иметь проблем. То есть они, в ограничении там каких-то нет, радио практически не контролируется, но есть опорное радио для государства, которое занимается политикой Москвы, там, русская служба новостей, там, как бы, идут политические дискуссии, государство так посматривает за ними, оно находится с ними в альянсе. Из бумажной прессы, ну, да, комсомолка, аргументы и факты тоже как-то, так сказать, ориентированы, вот, в какой-то степени, да, но даже, я Вам скажу, жизнь и твой день тоже, если Вы почувствовали, в общем, государство, сориентированное государство сейчас по своей линии, как бы, да, ну, так сказать, с большей жахтизмой, но тоже, как бы, ну, понимаете, государство как контролирует, что оно контролирует? Ну, там, не ругайте таких-то, таких-то, да, так сказать, не надо про них, надо дать. Дальше, не выбрасывайте какой-то, там, неконтролируемый компромат политиков, там, ну, ну, все, да. А дальше Вы заходите в компромат-ру и читаете про всем все, что хотите, понимаете. Ну, и главное, чтобы вот в программе время там не было, да, да, сказать, чтобы там бабушка не сдрагивала, деревня там делась. Вот. То есть, вот сейчас примерно такая, примерно такая картина. А поэтому, я-то все смотрю, я стараюсь все смотреть, включая западные каналы. Вот. Я смотрю ночью все BBC и Евроньюсы, и CNN, и иногда, очень редко, Russia Today, вот, это когда там что-то просто так посмотреть, что как они там реагируют. Вот. Французские каналы во время революции, это было интересно, потому что они там по-словию все интерпретили, а во время революции арабских эти все. Вот. Так что вот. Почему у нас вот, ну, так часто получается, что за границей, так скажем, новости о России совершенно другие, нежели у нас в России новости о России? Ну, у нас есть... Ну, у нас есть... Это тоже как-то провоцируется, ну, вот... Смотри, новости, новости, если посмотреть новости о России за границей, их мало очень. Мы сейчас вообще... Но, как и странно, они более правдивые, более точные, чем... Они не правдивые, они вот из всего... Я бы не сказал, что они такие более глубокие, да? Они просто выбирают из всей палитры новостей то, что им интересно. Это. У них ряд таких ньюзов там, постоянно, да? Демонстрации правозащитников, да? Вот они где-то там собрались, нарушили. Это они показывают. Дальше, что... Ну, какие-то там, скажем, очень важные заявления Путина. Ну, или Медведева. Ну, там, что они считают важными, там, допустим, про то, про все, там. Ну, и, кстати, куча Медведева происходит. Нет, ну, вот даже если брать, например, освещение какого-нибудь события, у нас это преподносится одним образом, а за границей совершенно другим. Вот, ну, просто вас, как политического деятеля, интересно узнать. Это с подачи государства так делается? Конечно. У нас? Да. Конечно. Понимаете, у нас политика такая идет информационная, да? Немножко в мягкую Запад критиковать. Ну, иногда и не в мягкую, да? Критиковать Запад. При этом, особенность нашей политики последних, там, двадцати лет, что мы ничего плохого или против Запада не делаем. Но мы лудим. Да. То есть, вот, последние 15 лет мы лудим, да? То есть, если приедете на первые пять лет, мы там все время кричали, да? Мы с Западом, мы вместе, там, туда-сюда, мы часть мира. Потом, с 96-го, где-то более 7-го, мы стали сплитить, да? Что вот расширяется НАТО, это не дело. НАТО все равно расширялось. А мы продолжали нутить. То есть, мы взяли на вооружение некоторые формулы для внутреннего пользования. Мы поняли, что населению лучше канает вот эта антизападная риторика, да? Для 70% населения это понятнее. Потом... А что это? Отголоски СССР? Ну, конечно. Ну, а что, в основном, живут люди с советской матрицей, так сказать, в душе, да? Так сказать, там, вот нас обижают. Смотрите, а что там сплошные западные товары, сплошные там иностранцы, там типа, а чего хорошего нет? Это все канает. Это показания выборов в 90-х годах, да? И эту тему мы стали брать на вооружение. То есть, делать то же самое, то есть, никакое реальное противодействие Запада не происходит. Ни по одному вопросу. Ну, что мы практически, в чем мы противодействуем на Запад? Ни в чем. Но мы нудили. В основном, для внутреннего пользования продолжаем. Вот Запад, там, то, сё. Эта риторика нравится. Вот старшая часть населения, да? Она в этом воспитана, там, ну, там, он там, правомолодец. Путин сейчас вот, сейчас вот круче все стал. Что круче? Если взять факты, американцы в 90-х годах при Ельце не были в Средней Азии. Сейчас они в Средней Азии, их военные базы в Средней Азии. Да, под Виром операции в Администане, неважно, но их не было, они стали там, да? Мы что, противодействовали этому? Нет. Могли противодействовать, да, но они стали. Дальше идет транзит военных грузов через нашу территорию в Афганистан. Военных грузов. То есть летают борты с военным имуществом на днах. Этого никогда не было. Ни в советское время, ни в неприятники не было. Сейчас есть. Об этом говорят? Вот в пропаганде нет. Чего не говорят от этого? А вот смотрите, борты западные летают. Говорят, все, вот, запад опять. Устроили там бойню, влили, то, не то, это, не то. То есть мы нудим. А в это время борты спокойно летают, да, так сказать, без разговоров. Базу Камрань нашу, базу, ну не есть, что она была во Вьетнаме, да? Мы отдали, при этом не отдали. На Кубе была наша станция снижения, мы ее закрыли. Говорили по финансовым соображениям. В годы, где уже с деньгами было по лучшим государством, да, это при Путине, или кто-то там, в 2000-2003 году, да? Мы закрыли. И так далее. Мы, Ирак, мы, чтобы помогали Ираку, или противодействовали, не противодействовали, не противодействовали. Ливии мы противодействовали, не противодействовали. Мы только с Кубе, да? Для внутреннего потребления. Людям нравится правильно, твердо. И все время говорится, вот при Путине все по-другому. И то, что было там приятно. Что по-другому? Назовите мне хоть один путь. Ну, а почему? А почему тогда не сделает? Одная тема, она рабочая. Понимаешь? Народ-то не понимает ничего. В этом-то весь фокус. А если начнешь говорить, вот мы с Обамой, мы Обаму любим, там, мы вообще с американцами, друзья навекло, он скажет, вот, продались, там, все, понятно. Там они, так сказать, и так недовольство, как бы. И отлично. И вот государство делает из нас идиотов, и получается, им это... Нет, не из вас. У вас уже трудно сделать идиотов. Вы уже соображаете. А кто... Ну, а он уже не меняет. Нет, смотрите, вот есть тема. Вот смотрите, тема рабочая. Вот в 93-м году Жириновские, так сказать, вместе с ним мы были, так сказать, тогда, в 93-м году выиграли выборы, да? Надеюсь, вы это помните по мнению, да? Мы выиграли выборы в Госдуму. Мы самые первые всеобщие выборы, многопартийные выборы в истории России. И единственные, свободные, да? Мы выиграли на лозунгах, что, так сказать, на имперских лозунгах о том, что страну надо восстанавливать, что пошли все нафиг, все эти западные советы нам не нужны и так далее. Вот. Параллельно шел при поддержке правительства блок Гайдара. Они говорили другое. Европейские ценности, общеевропейские эти, отсутствие границ, любовь-дружба, там-тра-та-та-та. Вот. И проиграли эти выборы, да? И тут тогда стали смотреть, слушайте, Канай, смотрите, Жириновский делает, у него получается, он собирает. Он говорит одно, делает другое. Отлично, у него происходит это, да? И потихоньку все, как бы это сказать, выстроились и стали эту технологию использовать. Технологи рабочие. Почему они не рабочие? Кто же, бабушка, понимает про ковра, но ей приятнее слушать, или дед, там, больше полковника становится. Что знает, что сдали ковра, это надо что-то изучать, там. А зато он слышит, там, там, запад, а что это они нам советуют, это правильно, наконец-то. Не то, что этот Чубайс, там, да, все время говорил, нам надо ориентироваться на запад, на то, на сё, все продали, там, и все. Еще, конечно, запад себе сам подпортил в 90-е годы. Тут есть тоже еще момент, надо считать людей идиотами, да? Когда начались реформы, они очень ассоциировались с американцами. И американцы реально здесь давали советы, они там то-то-то. Бах, и реформы эти принесли проблемы, да? Народ автоматически перенес это на советчиков, да? Сказал, ничего себе, вот, вот слушали американцы, да? Печево, хорошее, все распродали, приватизация незаконная, тра-та-та-та-та-та-та-та. То есть, нет, это не так просто, что все никто не понимает. Просто американцы, им надо было чуть-чуть отойти, а они очень стали ассоциироваться, они открыто поддерживали Ельцин, открыто говорили, как здорово, что все, что здесь происходит, очень здорово, да? Смотрите, как здесь все хорошо, да? А народ видел, раз, все хуже и хуже жить, все под проблемой, безработица. Какие-то бандиты захватили за воду, что и хорошего-то, да? А мне тогда говорили, хорошо, хорошо, это все сейчас потерпит, демократия. То есть, ну, немножко неправильно они вели себя. И тоже минус заработали. Поэтому схема такая, за спиной договариваться, а говорить то, что нравится. Вот и все. Так часто, кстати, в семье происходит. Говорить Жене, что нравится ей, да? Может быть, чуть-чуть делать, да? А за спиной там делать, так сказать. Это, по-моему, городская тактика, это с вами очень все. Потому что если говорить ей то, что ей не нравится, да, ну что, ну, открытые конфликты, правильно? Но если вы говорите, что уже вот из нас идиотов сделать трудно, то, получается, нужно как-то менять концепцию? Нет, у вас другое, другое, просто вы критически мыслящие люди, понимаешь? То есть, вы уже не, на вас это наслоение нету, да? А там, как бы, спасибо. Ну, не вот, а там, спасибо. Поэтому вы по-другому смотрите. Но надо понимать все в цвете, понимаете? И в 3D. Что американцы, которые очень советовали здесь много тоже, конечно, не обратили. Зря они это делали. Понимаете, американцы, когда пришли сюда помогать, у них были четкие. Я бывший сотрудник Института США и Канад. Очень хорошо зная, что они хотели, какие у них были взгляды на отлично. Например, они думали, если была диктатура, и не было свободы, и начинаются свободные выборы, то автоматически победят на выборах те партии, которые за свободу. Ну, люди же не будут голосовать. И вдруг там победил Жириновский. Что такое? Американцы вообще не поняли, как это. За свободных выборах. Они знали, что они свободны. Человек, который предлагал опять империю, опять навести порядок и так далее, что за ерунда? Должны же выиграть люди, которые за свободу, да? Ну, это самое. У них не сработало. Что надо понимать, все-таки специфику страны и так далее. А у них были вот эти вот раз, два, три, четыре, пять. Они по этим схемам и шли. То есть тоже за создание определенной проблемой. Но вы должны реально понимать, да, что действительно техника такая. Говорить одну, со спиной договариваться, там, и прочее. Покупать американские ценные бумаги и ругать американцев. То есть мы держим наши... Хорошо, ну а вы как политический деятель, вы вот свою вот конкретно, вы же тоже политический деятель, вы непосредственно представитель власти. Смотрите, у меня своя точка зрения на это. Я сторонник, как и вы, я так чувствую, более, более открытой политики. Я думаю, она придет. То есть... Ага, то есть она придет, мы будем сидеть ждать. Ну, а это поколенческий вопрос. Это так просто не... А, ну, нет, так я же у вас все спрашиваю. А вы что, не делаете цена, я вижу, чтобы она пришла? Я сторонник, я всегда это делал и говорил более открыто, что ничем, что нам нужно бросать антизападную пропаганду, раз мы и не собираемся противодействовать западу, да? Нам надо четко определять свои цели, так сказать, внутри альянса западного, двигаться в НАТО, двигаться в Европейский Союз, отменять, естественно, визы, там и так далее. Мы же занимаемся всякой ерундовой, да? Мы говорим, давайте сделаем объединенную пробу, противоракетную обороту, объединенную с Европой. Ну, понимаете, если вы хотите объединиться в таких деликатных вопросах, как ПРО, для начала должно быть политическое доверие. Если вы не члены западного альянса, почему с вами кто-то должен объединяться? Это глупость. Это как предложить там человеку, которого ты не знаешь, там, женщине, допустим, в данном случае, там, предложить совместно жить, да? Вот подойти это, сказать, с ничего, да? Никаких отношений нет. Это примерно такая же. Подойдите, давайте вместе ПРО сделаем. А Забынике как бы, подождите, ну, мы как-то не готовы, да? Вообще мы вас не знаем очень, вообще-то знаем-то только с плохой стороны там раньше, да? Вы не члены Европейского Союза, не члены НАТО. Чего вы с вами должны это сомнить? Деликатно нам это говорят, что, ребят, ну, подумаем там, все, нужно говорить, а, вот, видите, отказывается. А отказывается, ну, как это, там, в Рогозе бегает, кричит. Почему вы не хотите общего проба? Ну, это же уровень доверия. Что такое, если военные вместе работают, это надо закреплять какими-то, да, институтами совместными. Вот вы же сами сказали, я говорю, вот, я сторонник, вы кому это говорите? Нет, смотрите, государство же неоднозначно, оно управляется в определенной системе. Есть, ну, в мире это принято, как партийная позиция, у нас сложнее такая византийская немножко система власти. Я всегда входил в оппозиционной партии. Я не был партией, чьего партии власти в ближайшее время не собирались, да, пока, если она не изменится. Потому что политика, которая ведется в последние, там, 15-20 лет, да, это политика непоследовательная. Она последовательна в одну. Строится режим, независимый от населения, попыток построить режим, независимый от Запада и независимый от собственного населения. Вот, вот такой вот ставится мегапроект. Вот, так сказать, смысл его один управлять, как при Сталине, а жить, как Абрамович. Вот, собственно, его четкие позиции, да. Вот, поэтому... Нет, так мы же за вас. Мы же вот сидим тут тоже, молодое поколение, да. Мы же совершенно, вот вы представитель оппозиции. Мы за вас, вы говорите совершенно адекватные вещи, совершенно все аргументировано и оправданно. Но, что вы делаете? Я у вас же спрашиваю. Надо же что-то делать. Нужно не только же говорить, что, а, да, у нас вот 15 лет ведется какое-то вот непонятное. Нет, но вот делать политик, и ведется политическая работа. Это есть политическая? Я вот и спрашиваю, какая политическая работа? Меня вот журналисты это просто интересует. Чтобы я потом свои статейки могла написать. Знаете, политическая работа, это проекты законов, это, так сказать, систематическая, это, так сказать, борьба по каким-то направлениям по законам. Вы можете это проследить и там на моем примере, и на другом примере, там могу вам массу там всяких законов, назвать, которые мне там предлагались, некоторые чистые, принятые, так сказать, непринятые, там и прочее. То есть идет борьба с других позиций, да? Не всегда можно какую-то вещь продвинуть, да? Потому что, так сказать, есть большинство, есть некая точка зрения, а некоторые вещи просто еще не дошли. Ну, не дошли. Здесь, здесь, как бы, такое своеобразное, так сказать, государство. Мы же все-таки сшли от определенной истории, поймите, определенной истории, которая, надо понимать, и большое, чем государство. Очень большое государство. Это не сразу все происходит. Но вы должны понимать политику, как борьбу, а не просто кто-то пришел и что-то сделал. Это так не бывает, да? И Путин то же самое, и там, и Медведев. Это борьба большая система. Да, конечно, что-то сделал, а у нас, по-моему, никто ничего не делает. Нет, нет. Политика, это большие системы. Это системы людей, которые работают, системы рушатся, набирают, формируются. Вот так вот. Ну, как бы, более серьезно вы должны просто понимать, как это происходит. Смотрите, как у нас происходило. У нас была однопартийная система. Она главными фигурами для этой однопартийной системы был военно-промышленный комплекс. 70% в советской экономике было ВБК, это военные и военные заводы, и военная наука. Три категории. Она была вся затекречена, много, по-моему, у вас родственников работало, либо были военными дедушки, либо на каких-то секретных дней работали. Ну, я уверен, кто-то присутствующий могут повспоминать про это дело. Ракеты делали, то-другое. Все было засекречено, никто не знал реальных цифр, сколько это все обходится, зачем это делается, никто не мог ни у кого спросить. А внешне это все прикрывалось там, мы забили все, и 30% экономики все остальное, то есть строительство, кормежка и прочее, и прочее. А 70% это ракеты, это танки, это новые там какие-то эти самые и прочее. И армия сама была 5-миллионная. Вот что сделал Горбачев, если сбросить там всю вот эту вот тескотню вокруг него? Он разрушил ВПК, он их обманул. так сказать. То есть вот эти маневрирования своих, да, как бы, так сказать, внутри партии, он фактически с развалом СССР развалился ВПК. Во многом из-за этого развалился СССР, потому что если бы он сохранился, военные сохранили свои позиции. А получилось как? Военные присутствовали в союзных структурах, их развалилили, а в республиканских структурах военных не было, они были гражданские. Поэтому 15-го ухвалившуюся республику как бы перешли на гражданский лад. А военных кинули. Военных кинули серьезно, и с 92-го года там все эти заводы остались без заказа, там и началось это все. Ракеты не нужны, подлодки не нужны, спасайся кто может, кто-то убежал, кто-то сдал в аренду, какие предприятия остались, военные стали рассыпаться, но вы, наверное, удар по ВПК. И это объективный процесс, потому что кормить эту махину было уже невозможно и бессмысленно. Но смысл ее кормить, да? Они говорили, главное, чтобы не было войны, но войны явно уже не будет, потому что 12 тысяч полеголовок и какой войны, ну, вряд ли кто-то нападет. Но где-то есть предел, с которым надо остановиться. Вот. То есть развалился ВПК, но 70% людей было связано с ними. Это, кстати, до сих пор основной недовольный массив. Вот если вы вспомните, у вас есть бабушка, дедушка, военные, там, или военные конструкторы, или военные инженеры, да, которые жили. Все они дико недовольны новым режимом, Горбачевым, соответственно, как раз. С чего я не могу сказать, а газовика, вот те, кто работал в Газпроме, в Местерстве газовой промышленной нефтянке. Тут все по-другому. Кто продавал удобрения, то есть другая часть экономики, кто в МПРСе работал, то эти люди выиграли. Они помалкивают, они не кричат об этом, может, они кричат за Горбачева, вроде неудобно, но они выиграли, да, потому что это гражданская экономика, она стала продаваться, это рынок, это все. Остались рыночные, так сказать, но это жестоко было сделано, но с военными по-другому нельзя, потому что они просили кушать три раза в день и 365 дней в день. Они не согласны, все говорили, надо мягко вот так было, потепенно сокращать, как сокращать? Они все приходят, у них звезды, они говорят, дайте, мы новую ракету сейчас будем делать, такую, какую вообще вы с ума сойдете, да, им дают деньги, прошло 5 лет, ракеты нет, они говорят, ну не получилось, дайте еще, доделаем просто еще через 5 лет, да, вот схема, так сказать, схема работы ВБК, потом один раз они взорвали на новой земле, там, садков свою взорвал, в 50-м году, и военные 50 лет бегали и кричали, вот вы же видели, видели, да, ну, вы что, понимаете, что, или вот как сейчас вот, 50-е космонавтики было, это же было, у ВБК, у ВБК, был свой гламур, например, да, так сказать, то есть, это была огромная система, своей пропаганды, журналистами, своей гламурной частью, но гламурной частью был военный, были космонавты, да, это были как бы такое, потому что ясно, что все это, все они военные, да, и вот показывали, смотрите, вот космонавт, вот Гагарин полетел, ну, вы же не против такого? Да, не против, говорила странно, ну, дайте нам еще денег, мы будем там, лунные станции строить, Вот почему-то так очень доминирует местоимение «Они», я вас все спрашиваю вы, а вы мне все «Они», да, вот завтра ко мне придет вот мой главный редактор газеты, да, вот сама за нами, и скажи, напиши мне статью, да, тогда я вам буду рассказывать про себя, и сегодня же не мой бенефис, да, нет, как раз его не может принять, да, ну, бенефис не в том смысле, рассказ про меня, вот такой я человек, я так, ну, у девушки есть еще один вопрос, может, у кого-то еще есть вопрос? Да, я просто это сам, я вам рассказываю длинные процессы, если про меня, там, это отдельная история, могу сказать, да, 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 представите, пожалуйста, пять самых важных дел, которые вы сделали за этот год, для страны в политике, я скажу, как я говорю, это не надо было, за все время, за все время, когда в политике, за все время, ну, пять, ну, смотрите, я был, можно пойти по законопроекту, можно пойти по другому, как вам, давайте так, 93-й год, я был один из организаторов победы на выборах либерально-диократической партии, вся пиар-компания партии, телевидение, радио, подходы, схемы, вместе с Жириновским, делал я, мы выиграли первые в истории страны, многопартийные, всеобщие, равные выборы, да, потому что в царской России выборы не были всеобщими, вы знаете, отельные категории не голосовали, в советское время они не были многопартийными, они там общались, это единственное в истории, первое в истории, то есть мы как Габарин, да, в этом смысле, политической истории, да, все, дальше будет много чего, но, как раз скажут, на первых выборах президента свободно, кто победил, Гельцер, да, вот он останется, да, а на первых многопартийных выборах гос.ум, кто победил, выбирали, зимопартические партии, да, и, так сказать, Владимир Жириновским, и как организатором этой всей истории был я, вот, была маленькая группа сотрудников, которая фактически, мы считаем, что эта победа совершенно переграила, так сказать, политическую историю страны, появился парламент, где были дискуссии, парламент стал играть с военными. Дальше, в 94-м году я был разработчиком, и я написал текст политической амнистии, вот, которая была принята в Государственной Думе, и в связи с которой члены ГКЧП, ГКЧП-1, арестованные, тогда, вы знаете, члены советского правительства, вышли из тюрьмы, и ГКЧП-2, то есть, Рудской, Рудско, Рудско, все выпустили из тюрьмы. Янцин не хотел этого, но... Рудско, 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 Рудско,